Здравствуйте, уважаемые читатели! Сегодня мы предлагаем вашему вниманию обзор книг известного психолога, арт-терапевта и мамы двух сыновей Анны Быковой. Ее книги и статьи в интернете вызывают активные дискуссии, а имя пользуется авторитетом среди прогрессивных родителей и практикующих психологов. Анна Александровна родилась в Свердловской губернии. Ее отец инженер-конструктор, от которого дочке достался математический склад ума, а мама – библиотека. Сама Анна вспоминает, библиотека работала до 20 часов, а детский сад до 18. Поэтому вечера я часто проводила у мамы в библиотеке, листая журналы, читая книги. Читать я научилась 4 года. С тех пор это мое любимое занятие. Получив первое высшее педагогическое образование, Анна на протяжении 10 лет работала преподавателем в школе, колледже, а также воспитателем в детском саду и потому знает об особенностях адаптации детей не из книг, а из собственного профессионального опыта. Второе высшее психологическое образование помогло дополнить, систематизировать и понять те знания, которые были получены на практике. После рождения второго сына получила второе образование. Так началась ее деятельность в роли психолога. Прежде чем стать психологом, я приобрела большой опыт работы педагогом и личный родительский опыт. У меня два сына и о них большинство моих заметок. А еще я хорошо помню себя в детстве. Это мои ресурсы, позволяющие на любую ситуацию взглянуть с позиции ребенка, родителя, педагога и психолога. Я хорошо понимаю детей. Я их чувствую. Я помогаю родителям понимать собственного ребенка. Когда приходит понимание, проблемы уходят. Так говорит о себе Анна Александровна. Сегодня очень многих родителей волнует тема самостоятельности детей, проблема инфантильности молодого поколения. Анна Быкова в книге «Самостоятельный ребенок» или «Как стать ленивой мамой» предлагает свой взгляд на этот вопрос. Для того, чтобы ваш ребенок стал самостоятельным, нужны условия. Ведь если всегда подсказывать, помогать и советовать, он так и не научится ничего делать сам. Поэтому просто необходимо периодически включать ленивую маму, осознавая, что это делается в интересах ребенка. Мамина лень должна иметь заботу о детях, о неравнодушии. Ленивую маму автор на жизненных примерах противопоставляет гипермаме, у которой все гипер. Гипертревога, гиперактивность, гиперопека. Есть замечательный анекдот про родителей, которые лучше самого ребенка знают, что ему нужно. Вывод. Если родители предугадывают все желания ребенка, он еще долго не научится понимать свои потребности и просить о помощи. Ведь дети не самостоятельны, если это выгодно взрослым. В книге вы найдете практические советы о том, как научить ребенка общей самостоятельности, а также самостоятельному засыпанию, уборке, одеванию, питанию, хождению в туалет и другим необходимым навыкам. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваш ребенок был самостоятельным, открывайте книгу Анны Быковой «Самостоятельный ребенок или как стать ленивой мамой» и почаще включайте ленивую маму. Всем нам хочется, чтобы в нашей жизни и в жизни наших детей было как меньше стресса. Для детей даже придумали кучу разнообразных игрушек антистресс. Хотя, детки сами кому угодно могут устроить стресс, даже не напрягаясь. И признайтесь, иногда хочется непослушному чаду устроить взбучку. Но, если мама в ярости трясет ребенка, она разрушает его. А если мама сохраняет маску спокойствия в момент, когда внутри кипит ярость, она разрушает себя. Как с этим справиться и этого избежать? В книге «Секреты спокойствия ленивой мамы» автор объясняет, как важно родителям уметь возвращать себя в состояние душевного спокойствия. Только из точки покоя адекватно разрешаются детские конфликты, находятся слова для убеждения, утешения, уговоров. Только спокойная мама или папа может быть тем человеком, которому ребенок будет нести все свои проблемы и щедро выплескивать свое эмоциональное напряжение. Эта книга будет полезна не только для родителей, она прекрасно пригодится и в отношениях с близкими людьми и даже с коллегами, предлагая поставить себя на место другого человека. Автор в простой и доступной манере, используя наглядные примеры, показывает, как можно и нужно изменить свое ежедневное поведение, чтобы в жизни детей и родителей было меньше стресса. Нужно просто посмотреть на ту или иную ситуацию под другим углом, и тогда все окажется вовсе не так уж и страшно. Вот отзыв на книгу одной мамочки. Книга просто огонь. Когда вы осознали, что отпуск и декретный отпуск различаются, примерно как стул и электрический стул, самое время почитать эту книгу. Здесь вы найдете много полезных лайфхаков, чтобы насладиться материнством, а не пережить его. Хотим мы этого или нет, но важную роль в нашей жизни играют эмоции. Каждый день, каждую минуту мы ощущаем какую-то из них. Эмоции влияют на наше поведение, даже если мы не осознаем этого. Помогают ориентироваться в окружающем мире и оценивать ситуации. Показывают, хорошо ли для нас то, что происходит сейчас или нет. А еще эмоции помогают нам лучше узнать друг друга. Без слов, по выражению лица и жестам, мы можем догадаться, а пишет человек, рассержен или наоборот. Активность детей тоже сопровождается различными эмоциональными переживаниями. Поэтому малышей обязательно нужно знакомить с миром эмоций. А зачем? Спросят некоторые. Например, чтобы научиться лучше понимать своего ребенка и объяснить ему, как он сам может понимать других людей. В итоге, ребенок научится понимать самого себя. А окунуться в мир эмоций поможет замечательная книга «Как подружить детей с эмоциями. Советы ленивой мамы». Автор объясняет родителям, как развить эмоциональный интеллект детей. Рассказывает, как в играх и увлекательных занятиях познакомить ребенка с миром эмоций. В книге есть игры, задания и пояснения для родителей. Чтобы детям было легче понять, что же такое эмоции, в книге есть два маленьких главных героя. Мальчик Андрей и его старшая сестра Настя. Они задают вопросы, сами пытаются найти ответы на некоторые из них. Что-то им объясняет мама. Выполняя задания и играя вместе с героями, ваш ребенок узнает, какие эмоции бывают не только у людей, но и у животных, как они проявляются, и даже попробует их нарисовать. Да-да, вы не ослышались. Оказывается, по мнению автора, эмоции можно не только испытать, но и изобразить. Попробуйте, например, нарисовать вместе с ребенком настроение. А начать можно с линий. Возьмите фломастер и изобразите линии радости, грусти, страха, спокойствия и гнева. Все линии должны быть одного цвета и отличаться только формой. А затем найдите в книге 14 задание и сравните ваши линии с линиями героев. Есть ли сходства? А в 17 задании на страницах гуляют разные эмоции. Некоторые из них родственники, например, гнев и злость. Поищите с ребенком родственников для каждой эмоции. Вот так увлекательно и интересно автор предлагает познакомить ребенка с миром эмоций. Ну вот, еще один день пролетел, а я за стиркой и уборкой опять не позанималась с ребенком. Знакома? Какая мама хотя бы раз не ловила себя на мысли, что она мало времени уделяет своему малышу и недостаточно с ним занимается. Что-то упускает в его развитии. Современные родители очень озабочены развитием своих детей. Они планируют их отдать в продвинутый детский сад, потом в супершколу, развивающий центр или кружок. Но для развития не всегда нужны специальные пособия, новомодные методики, оборудованные классы и подготовленные педагоги. Достаточно присутствия заинтересованного в развитии малыша-взрослого. Это могут быть мама, папа, бабушка, дедушка или няня. И тогда любая прогулка превратится в познавательную, а обычная пластмассовая ведерко и совок станут супер развивающими предметами в руках взрослого. И с их помощью можно продемонстрировать ребенку самые необыкновенные опыты. Какие? Узнать об этом можно из книги «Развивающие занятия ленивой мамы». Помимо того, какие опыты и игры можно показать ребенку с помощью формочек для песочницы и совочка, вы узнаете, как обедать с географией, откуда берутся умные дети, зачем учить ребенка рисовать и может ли рассказ про одуванчик заложить основу системного мышления. Что делать, если неусидчивый малыш не проявляет интереса к развивающим занятиям и не хочет сидеть за столом и смотреть книгу, которую показывает мама? «Отправляйтесь на самую обычную прогулку и превратите ее в познавательную», – советует автор. Гуляя, ребенок заинтересовался лужей? Отлично! В книге есть инструкция, как с помощью лужи развить системное мышление. Например, объясните маленькому почемучке, что лужа появилась не просто так, а потому что прошел дождь. И исчезнет она не потому, что ей так захотелось, а потому что ее высушат солнце и ветер. А еще лужу можно измерить с помощью шагов, опускать в нее разные предметы и смотреть, всплывут или утонут, и помощью палки делать тайфун и измерять глубину. Можно считать шишки и раскладывать их от большой к маленькой и наоборот, изучая тем самым величину и размер предметов. Как видите, родители, которым интересно проводить время со своими детьми и наблюдать за ними по своим возможностям и развивающим потенциалу, превосходят кружки, школы и центры. Развивать фантазию, творческое мышление, внимание и зрительное восприятие у детей поможет развивающая тетрадь «Кляксотерапия». Она состоит из цветных капель и клякс, которые можно превратить в узнаваемый образ. Чем больше вариантов превращения клякса в какой-либо предмет придумает взрослый, тем больше шансов на развитие фантазии будет у ребенка. Можно не просто превращать кляксу в какого-нибудь персонажа, а вместе сочинять про него историю. Кто это, что любит, куда направляется и так далее. Только ни в коем случае не критикуйте ребенка, советует автор. Желаем вам радостного и познавательного совместного творчества. А чтобы оно действительно стало радостным, обязательно нужны хорошее настроение и увлеченность процессом. Дети учатся на примерах, поэтому творите, выдумывайте, играйте и познавайте вместе с ребенком. А если ваш ребенок готовится пойти в школу или уже стал школьником, советуем познакомиться с книгой «Школьники ленивой мамы». Уже в садике родителям сообщают, что сейчас самое важное – это подготовка к школе. А в школе, что самое важное – это подготовка к ЕГЭ. И не важно, сколько еще лет ждать этого момента. Про ЕГЭ говорит даже завуч начальной школы на собрании для будущих первоклассников. Будущее! Как будто все детство – это период, когда нужно готовиться к экзаменам. А книга расскажет о том, как пережить школьные годы чудеснее. Без неврозов, насилия, без комплекса родительской неполноценности, без потребностей пить валерьянку. Школьные советы и размышления автора – это то, что необходимо родителям. Как правильно выбрать школу, в чем и когда нужно помочь ребенку, как не обмануть своих ожиданий. Это только часть вопросов, затронутых в книге, которая поможет вам подготовить ребенка к новой ступени в жизни и сделать так, чтобы он все этапы взросления прошел легко и без серьезных проблем. «Лучший способ сделать детей хорошими – это сделать их счастливыми». Этими словами Оскар Уальд говорит о том, что самое главное в воспитании детей – это любовь к ним. Но любовь разумная, когда ребенок чувствует, что вы уважаете его, поддерживаете, советуете, а не приказываете. В ответ дети будут прислушиваться к вам, а значит конфликтов станет меньше и процесс воспитания принесет результат. Книги, представленные в обзоре, а также другие замечательные книги по воспитанию и развитию детей, можно взять в нашей библиотеке. Спасибо за внимание! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...